Ряд ли что можно сравнить по красоте с чистотой, потому что чистота, где бы то ни было, всегда выглядит чарующе. Сможем ли мы навести порядок в наших селах и городах? Конечно, если о чистоте и порядке будем заботиться не от случая к случаю, а постоянно, планомерно, правила благоустройства будут соблюдаться в том случае, когда за их нарушение станут строго спрашивать. Именно из-за того, что за последние годы многие села, а точнее подходы к ним и вокруг напоминают мусоросвалки, на свет вышло распоряжение главы района о ежегодном месячнике по санитарной очистке населенных пунктов нашего района. И хотя начинается он с начала весны, отдельные главы населенных пунктов проводят чистоту и порядок в своих селах в течение года. Вот и в селении Нурадилово в прощечую субботу прошел субботник с привлечением работников образовательных учреждений, медицины и работников селя администрации и МУПа села. Так, сегодня субботу мы организовали субботник с целью очистить селение, провести порядок на улице по возможности в нашей, что у нас, а так как в улице надвигаются ненасти, будут дожди, потом и трудно будет это исправить, поэтому перед дождем мы хотели очистить то, что можно побелить, покрасить, чтобы село выглядело лучше и чище. Так, на субботниках участвует участие нашей школы со 2 по 11 класс. Как видите, все ребята работают, вместо с педагогами на улице работают, очищают, углубляют канавы, выравнивают грунт, производят побелку. Теперь главное сохранить чистоту, ведь в чистоте может расти наша божественность, в чистоте может свести наша истинная жизнь и находить свое осуществление здесь на земле, ведь это наше лицо. Неужели проезжая по селу или вокруг села на машине, вы, уважаемые сельчане, не смотрите в окно или за тонированными окнами мусора не видите? Друзья, давайте не сорить, хотя бы там, где мы живем, ведь сказано же, чистота – это половина веры.